В Центре общественного наблюдения за выборами круглосуточно кипит работа. За голосованием на избирательных участках в режиме онлайн следят пять членов штаба по независимому общественному наблюдению, они видят записи со всех камер на большом экране, и десять видеонаблюдателей, которые сидят за отдельными мониторами, на каждой выводится изображение с 15-16 участков. В числе видеонаблюдателей студент 4-го курса Самарского университета Ростислав Косарев. Он учится на юриста, поэтому счел своим гражданским и профессиональным долгом проконтролировать, как соблюдаются нормы избирательного законодательства. С 8 утра все наблюдатели уже на посту. Главное, чтобы осуществлялось полное наблюдение, чтобы были соблюдены все пункты, то есть, что должно находиться на избирательном участке, есть ли непосредственно место для голосования, есть ли КАИБы, есть ли увеличенная форма протокола, соблюдатели тайны голосования. На экраны наблюдателей поступают видео с камер, которыми оборудованы 148 избирательных участков Самарской области. Остальные места для голосования оснащены видеорегистраторами. За время работы центра серьезных нарушений на участках не выявили, но были некоторые замечания. Где-то есть расположение камеры, может быть, не самое удачное. Где-то так расположены места для голосования, что есть теоретическая возможность заглянуть и, может быть, что-то увидеть, но это возможность только теоретическая. У нас постоянный контакт с представителями избирательных комиссий. Если какие-то подобные вещи происходят, мы с ними контактируем, сообщаем им об этом. И, как правило, наши рекомендации очень быстро учитываются. Члены штаба по независимому общественному наблюдению контролируют работу в центре все три дня. Мы сейчас находимся в общественном штабе наблюдения. Это очень хорошо налажена система, которая позволяет мониторить все абсолютно тики и уики. И в этом смысле, конечно, мы видим, что происходит на самом деле, в отличие от того, что иногда пишут. Я бы отметил контраст между тем, что происходит на избирательных участках и что происходит в соцсетях. Это совершенно разные вещи. Если судить по соцсетям, то много шума. А если смотреть то, что происходит на избирательных участках, то все проходит достаточно спокойно. Ну, естественно, как и на любых выборах, бывают казусы всякие. Там вот избирательная кабинка упала на одном участке. Следят наблюдатели и за хранением бюллетеней на участках. Существует определенная процедура, которая предполагает хранение бюллетеней по специальной технологии. И тоже она, в целом, вот насколько мы видим, из центра общественного наблюдения соблюдается. Видеозаписи, полученные в ходе видеонаблюдения, будут храниться в течение трех месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов. Доступ к видеоматериалам, на которых, по мнению обратившихся, запечатлен момент нарушения, будет предоставлен по запросу отдельным участникам избирательного процесса. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.